Привет всем любительницам макияжа! Сегодня я буду делать макияж, который был у меня в видео про выставку Интершарм. Сразу вас предупреждаю, что так же точно не получится, просто потому что другое освещение, макияж будет смотреться чуть-чуть по-другому, но вы увидите, как он делался. Начну я с белой базы от NYX. Если у вас нет белой базы, вы можете использовать Jumbo Eyeshadow Pencil от NYX также. Он такой же белый, просто не продлевая стойкость теней, либо любой белый карандаш наносим на внутреннюю в основном часть, и к внешней должен этот интенсивный белый сходить на нет. Это мы делаем для того, чтобы макияж и лучше держался, и тени лучше проявили свои оттенки. Теперь мне нужен ржевато-коричневый оттенок. Это тени от Илье PR62. Их же можно использовать и как румяна в этом макияже. Это продукт 2 в 1. И пушистая кисть. Мне нужно совсем чуть-чуть, потому что они очень пигментированы. Хорошо их стряхнуть с кисточки, может быть даже вытереть обо что-то, и я буду прорисовывать так называемый банан. То есть складку века, даже повыше складки, как бы косточку. Оттеняю такой вот рельеф глаза. Аккуратно и по чуть-чуть. Вы можете использовать и просто коричневый оттенок, и коричневый серый, чтобы сделать макияж менее оранжевым, если вас это смущает. Теперь я вытерла эту же кисть и салфетку, и мне нужен бежевый оттенок. Я его наношу между бровью и своей вот этой вот складкой прорисованной. Я специально именно в этой последовательности наношу тени, потому что мне нужно, чтобы мое веко не перекрывало вот эту вот оранжевую часть, вот эту вот складку. Если наносить оранжевый после, то он будет слишком заходить на белый цвет. Теперь уже буду наносить белый. Кстати, бежевый оттенок это Artvisage 106 и белый оттенок Artvisage 101. Я беру теперь кисть, которая хорошо-хорошо наносит тени, любая, которая вам нравится, лишь бы она была правильно пострижена. И наносила тень действительно интенсивно, и теперь мы наносим на внутреннюю часть белый цвет. Приложили цвет, чуть-чуть стираю ту же кисточку и теперь уже тушу границу. Этого светлого в сторону рыжеватого, чтобы это все смотрелось более мягко и этих границ не было видно. Теперь мне нужна маленькая кисть для помады и тот же белый цвет. Если у вас очень маленькая кисть, которой вы наносили тени, то вы ей же можете это сделать. Просто мне нужно на внутренний уголок тоже нанести белые тени. Возвращаюсь к своему рыжевато-коричневому PR62 с той же самой кисточкой для помады. И теперь уже нижнюю линию роста лесниц и под ней я прокрашиваю. Цвет этот крайне интересный, который сейчас вот я использую. Он интересен тем, что в сочетании с разными цветами дает совершенно разный оттенок. И у меня есть даже видео, где он в макияже выглядит абсолютно коричневым. Теперь мне потребуется яркий желтый. Я буду использовать вот такой вот из палетки Curacao. Но вы можете все эти цвета использовать из одной марки. Если у вас есть палетка, которая вас устраивает, в которой есть все эти цвета, то можете использовать ее. Например, палетки на 88 цветов из Китая, Spine Coins или Costal Sands. Но я повторяю то, что я использовала, чтобы результат точно был таким же. Очень яркий цвет. Наношу его на вторую половинку. Даже, наверное, на две трети века. Сначала прикладываю. Потом так же, как и белый, буду немножко тушевать. Почти чистая кисточка от этого желтого цвета. Я смешиваю два оттенка, чтобы убрать этот переход. Получается, что у меня белый плавно-плавно переходит в ярко-желтый. И так же вверх я тоже тушу свой желтый цвет, чтобы здесь он еще и сливался с коричнево-оранжевым. Если вам не нравится такой способ, вы можете прибегнуть к обычному способу с пушистой кистью. Почти все готово. На этом можно и остановиться. Но я чуточку затемню внешний уголок вот таким коричневым цветом, уходящим в болотный. Очень интересный цвет. Почему-то мне захотелось его влепить в этот макияж когда-то. Ну и раз уж в прошлый раз это все выглядело именно так, будем повторять. Кисточкой для помады затемняю самую внешнюю часть. Вы можете наносить в той форме, которая подходит вашей форме глаз и вам нравится. Мне, например, нравится вот такая. И чуточку я его завожу и за линию роста нижних ресниц, чтобы просто объединить вверх и низ. Снова вытираю мою кисть для помады и теперь чистой ей чуточку потяну этот цвет. Просто сделаю такую растушевку, чтобы цвет сходил на нет и прям не было видно никаких границ. Ну и постепенно буду еще немного захватывать цвета из серединки. То есть тушевать не самую границу, а все вместе, чтобы у меня становился цвет все бледнее, бледнее. Можете оставить так, но я еще чуточку-чуточку сняла тогда этот цвет с помощью пушистой кисти. Вы можете завершить макияж просто тушью, добавить подводки по своему желанию. Я в прошлый раз, как мне кажется, приборщила с подводкой, поэтому в этот раз постараюсь исправить свою ошибку. Мне нужно, чтобы моя подводка была на вот этой же вот линии, заканчивалась вот в этом вот затемненном уголке. Я просто продлеваю линию роста нижних ресниц. То есть вот я вижу корни своих нижних ресниц, и стрелочка моя идет вверх от них же. И теперь тоненько, на этот раз уже тоненько прорисовываю всю линию роста ресниц. Теперь уже буду совсем тонкую делать. Можно использовать любой другой вид подводки. У меня, например, это подводка-маркер от Reflame. Я добавила черной туши на ресницы. Мне кажется, в таком макияже лучше всего использовать именно черную. Она как-то более выделяет ресницы и не дает ему быть слишком каким-то странным, ярким, каким-то непонятным. То есть более делает его четким, так скажем, не дает потеряться глазам. Я бы не советовала использовать еще и яркие помады и румяна. Я буду использовать просто бронзер. Это бронзер от Be You. Наношу с помощью очень пушистой, очень слабо набирающей продукт кисти от Real Techniques. Именно таким образом, мне кажется, сложнее переборщить. В принципе, можно на все лицо нанести для эффекта легкого-легкого загара. Для губ я буду использовать помаду от Catrice в оттенке 010 Be Natural. Это такая нюдовая помада, она практически в цвет моих губ. И чтобы губы были более объемными, я добавлю еще и блеска. Этот блеск от Gouche, который с фонариком из этой серии в оттенке 03. У него почти нет цвета, он просто дает блеск, сияние такое. Ну и вот так вот выглядит мой конечный макияж. Получился такой вот очень летний, очень такой солнечный, лимонный действительно. Я надеюсь, что те, кому было интересно, как он делается, уявлетворили свое любопытство. Большое-большое-большое всем спасибо за просмотр. Пока!